А давайте ездить в автобусах и троллейбусах бесплатно, но только через 15 лет. Таково предложение Министерства транспорта страны. В ведомстве подготовили новый проект развития транспорта в России аж до 2035 года. Только откуда такая щедрость? Все просто. По идее экспертов за все заплатят водители личных авто. Наш корреспондент Елена Чехомова как раз водитель. Спросим ее, Лена, согласна ли ты платить за других? Ну то есть ты на машине и платишь, а другой на автобусе и ездит бесплатно. Вот нет, Надя, не согласна, привет. И вообще эту историю не поняла. То есть получается, что для пассажиров автобусов и троллейбусов проезд бесплатный. А я такая на своей машине за все плачу, потому что речь идет о введении платных дорог. И так прямо и вспомнишь, что автомобиль это роскошь. Догадываюсь, что водители ответили на эту инициативу. Да, здесь вполне ожидаемо, но все-таки давай дадим им слово. Делайте бесплатно. А при чем здесь водители? Мне кажется, это фейк. Смога что-то обещают. Все неправильно. Так не должно быть. Против платных дорог категорической ездим на своих машинах и будем ездить. Цель властей понятна, чтобы мы все с машин пересели на автобусы и троллейбусы и не увеличивали пробки. И между прочим, именно из-за пробок в мире появилась первая страна с полностью бесплатным общественным транспортом. А между прочим, это автобусы, трамваи и даже поезда. И уже полгода такая страна существует. Это Эстония. Нет, это Люксембург. Но в Эстонии, кстати, ты права, там местами тоже есть бесплатный проезд. И, кстати говоря, есть мнение, что очень скоро от него уже откажутся, потому что издержки огромные. А кроме того, подумывают о бесплатном общественном проезде в Германии. Кстати, тоже из-за загазованности от пробок. Но платят ли во всех этих странах за все вот это удовольствие автомобилисты? Вот это вопрос. И сегодня мы пообщались с одним из депутатов городской думы. И, кстати говоря, он говорит, что он ездит на работу на автобусе. И вот он всю эту историю не оценил. Ну, я надеюсь, к этому мы не придем в том виде, который сейчас есть. Ну, поясню почему. Потому что я не против бесплатного общественного транспорта. Но на самом деле, ведь если говорить вообще суть общественного транспорта, его задача не стать окупаемым. То есть общественный транспорт – это нагрузка социального государства. Поэтому она может быть бесплатной, при этом не перекладывая эту обязанность на водителей. И вообще этот депутат, Михаил Ковязин его зовут, напоминает, что люди поменяют личное авто на общественный транспорт только в том случае, если он реально будет удобнее. Если на нем нужно будет быстрее, реально удобнее добраться в другую точку в городе. А вот на это рассчитывать с такой системой не приходится. Об этом нам сегодня сказал гендиректор автотранспортного предприятия Денис Пырлок. И, кстати, он тоже говорит, что пользуется автобусами. Возможно, это скажется на качестве услуг. Возможно, это скажется на интервале движения, на обновлении подвижного состава. А если сейчас мы выйдем на остановку и в пиковое время, в течение 10 минут подождем общественный транспорт, это еще приемлемо, то я боюсь, что с наступлением 2035 года можно будет и 20 минут ждать общественный транспорт на остановке. Самое интересное считается, что все люди хотят халявы. Но на самом деле мы вот пообщались, и оказалось, что обычные люди, вот те, которые как раз и ездят на троллейбусе и автобусе, они не собираются без денег ездить. И даже кондукторы, которые, получается, при бесплатном проезде остаются не у дел, не спешат искать себе работу. Лена, правда, что ли, коммунизм? Да, только его сроки, его наступление опять отодвигаются, и, похоже, до 1935 года опять его не будет. Ну, светлое будущее оно, то есть светлое оно в будущем. Будем ждать. Спасибо, Лена.